Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости международного валютного рынка от компании ИнстаФорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Федеральная резервная система выполняет свои обещания в полной мере. Вчера по итогам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытых рынках объем программы выкупа активов вновь сократился на 10 млрд долларов и теперь составляет 65 млрд долларов ежемесячно. Размер процентной ставки, как ожидалось большинством аналитиков, остался неизменным на уровне 0,25%. В заявлении ФРС, опубликованном по окончанию встречи ведущих экономистов США, отмечается ускорение экономической активности, а также значительное улучшение условий на рынке труда. Несмотря на разницу в показателях безработицы и занятости американского населения, ФРС все-таки предпочли отметить именно позитивные изменения. Инвестиции в бизнес и расходы предприятий за отчетный период выросли быстрее прогнозов. Учитывая все выше отмеченное, вполне ожидаемо ускорение темпов экономического роста США. Так, под влиянием предоставленных данных, индекс американской валюты, демонстрирующий отношение доллара США к валютам своих основных торговых партнеров, отреагировал неоднозначно. Показатель достиг отметки 80,65 пункта, но выше не поднялся. Таким образом, на своем последнем заседании Бен Бернанке отметил существенные успехи в борьбе с последствиями глобального финансового кризиса.